Период Царей Период Царей Период Царей период царей мы с вами на прошлом вебинаре говорили о судьях и постепенно вот переходим к новому периоду жизни израильского народа которые также нам покажет с вами что господь не оставляет человека никогда и все что происходит какие-то неприятности и какие-то события связаны с какими-то потерями для человеческого общества связано прежде всего с тем что человек отступает от господа мы должны с вами помнить что господь он всегда остается верным человеку он своей он не отходит от человека никогда он верен и тому закону которому который заключил с человечеством и все что происходит в жизни человека связано прежде всего вот с отступлением от бога потому что человек он устроен так и грехопадение которое принесло свои изменения в естестве человека устройстве человека и в преклонении к греху она в общем-то дает дает свои плоды и этому мы с вами прослеживаем на течение всей истории и ветхозаветной новозаветной и даже в наше с вами современное время хотя до прошла прошел период ветхозаветных времен и пришел христос на землю рассказал людям что нужно делать человеку для спасения как это нужно делать то есть открыл нам путь но тем не менее человеку дуба переклонен к греху остается и грехи которые человек совершает они прежде всего дают доступ к человеческому истесу сатане это тоже нужно понимать нам с вами поэтому нам с вами нужно бояться прежде всего греха который делает нас доступными к вот доступными к воздействию темных сил и так период судей рассмотрим с вами презентацию которая приготовила и давайте прежде всего с вами определимся почему же наступил вообще этот период почему этот период наступил что произошло в еврейском народе и почему они стали просить царя опять-таки скажу вам что время царей период очень большой очень объемный поэтому я как и прежде я делаю презентации и наши вебинары выбирая саму суть то есть самое самое главное какие-то нюансы возможно не не смогу не сказать потому что время ограничено поэтому давайте сами рассмотрим самые основные какие-то вопросы будут если вас задавайте по ходу нашего вебинара и можете писать вопросы вот в чате который у нас открыт и так после смерти или и судьей со священником становится самуил самуилу помогали его два сына которые в отличие от самого самой 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 они отличались благочестием они брали взятки они постоянно требовали починить не себе то есть либо властолюбивые были очень и самое главное что они начали отходить от того закона с синайского законодательства который даровал господь юристскому народу это вот причина самое главное которая возмутила весь народ весь народ возмутился и стал требовать царя с одной стороны народ требовал царя потому что необходимы ему нужен был вождь вождь такой который мог бы их и вести по жизни и чтобы он мог быть для них авторитетом авторитет на авторитетом еще и в духовном плане потому что важно для человека иметь ориентир вот мы с вами говорим о том что ветхозаветная история является прообразом новозаветной истории поэтому как вот ожидание мессии и вот эти прообраза мы уже видим с вами но в ветхозаветной истории не поэтому вот жажда народа царя то есть вождя это прежде всего проявление того что человек нуждается в защите и опоре вот он искал этого человека но искали царя но вот во время правления или судьи царь им нужен был прежде всего потому что они перестали веры верить бога то есть вера ослабла поэтому люди стали требовать царя себе человеческого царя вот по причине того что вера ослабла поэтому я самуил конечно был возмущен таким требованием народа который пришел к нему начали просить у него чтобы он поставил им царя назначил царя и он начал молиться господу самым молился горячо господу молитва его было очень такой сильной пламенной молитвой потому что он не знал что ему делать и господь явился ему и он сам ему смог сказать что чтобы он сделал то что просит народ вот в частности он сказал сделай то чего хотят израильтяне даем царя они не слушаются больше не хотят слушать меня господь все это понимал и видел суть всего происходящего до сих пор я господь бог был царем израильским но они не хотят чтобы я был царем пусть у них будет царь лучше ли только и будет от этого то есть господь понимал что человек удобно приклонен к греху и требование это было вот такой просьбой с одной стороны люди искали защиты с другой стороны они отказывались от бога поэтому господь выбрал такой путь он решил что пойти вот исполнить просьбу народа но те люди то есть они которые будут во главе народа они будут под особым покровительством божиим вот это тоже было важно для господа и первым царем израильским стал саул господь открыл пророку которые имя человека которому необходимо было стать царем то есть вот он был стал во главе народа израильского народа избранного господом и им стал саул был сын кисов он происходил из небогатой семьи живущего ради гиви но он был очень благочестивый хотя начало призвание его было благочестивым но чем закончилось его управление мы с вами рассмотрим по пробу слу божию саул сам пришел пророку самуилу проповедник встретил его рассказал ему о том высоком назначении которую которую у нас стоился и он взял самый взял сосуд со священным маслом и возлил его на лау сына кисова божественное помазание саула означало что с этого момента во всех делах царя то что сказала вам мы совершаем их во благо израиля будет незримо присутствовать сам господь дух божий будет присутствовать и помогать им потому что править народом это великое дело понимаете и здесь необходима божья помощь в начале царствования своего саул поступал по воле божией он старался исполнять тот закон который он господь дал людям своим старался показывать себя достойным своего избрания он старался защищать народ от нападения кочевых племен филистимляне были мавитяны амалекитяне вот эти все кочевые племена которые старались завоевать нажитое израильским народом урожаи воровали скот угоняли то есть вот такие были нападения и необходимо было защищаться его царь сражался против вот этих кочевых племен и побеждал очень часто победами своими конечно он себе зарабатывал хороший авторитет у своего народа и люди стали его любить он заработал любовь то есть любовь от народа это было важно но окрыленный победами саул перестал исполнять повеление божие он потерял надежду на бога он перестал надеяться на господа и у него появилось такое чувство самонадеяние которое сродни грехов сама самолюбию вот которыми которые является самым главным грехом среди всех грехов которые совершают человек самолюбия сама сама надеяние и он однажды принес жертвоприношение без пророка самуила который не имел право этого делать и в этот момент то есть он вот за вот это вот нарушение которое он совершил он уже такой оказался в такой на таком перелом на моменте и пророк ему сказал что теперь тебе не устоять царствованию потому что господь найдет себе замену то есть найдет мужа который сможет заменить саула действительно так все и произошло он перед битвой с кочевыми племенами бог через пророка самуила высвестил саулу свою волю он сказал ему чтобы он когда шел на амалика не и когда он победит его чтобы он не брал себе ничего из того что он там увидит то есть чужого и чтобы ничего не брал не скот не угонял ничего то есть тобой было позже повеление но саул не исполнил волю божию он взял себе из стат лучших овец взял валу и огнят и все все что ему понравилось все вещи которые он увидел он и амалики тян за что конечно он опять был наказан и конец жизни саула была такого что царь который панически боялся потерять свою власть и многих подозрительным таким человеком подозревал всех очень боялся смерти думал что на него покушаются все и он понимал конечно что он навлек своими деяниями в непослушанию господу грех и очень боялся он конечно наказание но все-таки наказание его постигла в одной из битв с велесимлянами он пал смертью убили и убили два его сына вот за непослушание бог господу был наказан царь саул первый царь и это царь он в общем-то закончила свое царство они очень плачевно и только потому что он не слушался господа только поэтому но так как время царей наступило поэтому господь искал замену царю саулу и он нашел его в лице давида вот по воле божьей люди которые потеряли крепкую веру и вдавались и тогда языческое поклонение господь устроил так что они были притесняемые кочевыми племенами и вот эти вот племена которые нападали на них они способствовали тому чтобы у народа израильского падал дух то есть не было совершенно у них уже духа крепкого который был должен быть в господи и надежда была потеряна потому что надеяться на себя они не могли не видели каком состоянии находятся в господа не веровали в такое плачевное состояние и поэтому господь даровал им такого ну утра к царя будущего давида который смог победить сначала голиафа вот победа исполина крепкого которого звали голиаф и когда его давид а победил небольшими камнями которые он взял себе сумку это было в общем то такое событие большое для народа израильского и они восприяли духом вот голиаф встретил давида с насмешками он сказал разве я собака что-то идешь на меня с палкой и камнями давид ответил ему ты идешь против меня с мечом копьями и щитом но победа достигается не только вот этими вот оружием победа всегда дается господом и он двумя камнями и рогатка и обыкновенной выстрелил давида калиафа и он был убит вот такая победа была она очень вдохновила всех весь израильский народ и поэтому этот отрок конечно был избран господом на царствование вторым царем богоизбранного народа был давид пророк он хоть был очень мудрым правителем более того он был и талантливым человеком он был военачальником был смелым отважным но вот несмотря на то что он был при всей своей могучей силе он был необыкновенно милостивым человеком и царь не преследовал гонителей которые приводили ему то есть доставляли его немало хлопот наоборот он всех обидчиков прощал вот такой был милостивый царь а более того он обладал поэтическими музыкальными музыкальным даром с детства он играл на многих музыкальных инструментах сочинял обращенные к богу молитвенные песнопения это сейчас мы эти песнопения называем псалмы в которых слава словил всевышнего господа и господь сподобил своего избранника знания событиях отдаленных тысячи в тысячелетии то есть он наделил наделил царя давида прозорливостью прозорливостью этот царь был прозорлив и те псалмы которые он писал они сейчас собраны ну и сразу были собраны книгу которую мы все знаем под названием псалтырь книга это очень ценная сейчас она используется в литургической гимнографии псалмы давидовым они многие из них закреплены за отдельными богослужениями суточного круга и на ней прочитывается ежедневно вот согласно уставу на литургиях то есть на богослужениях псалмы допустим вот пример таки приведу допустим на каждое каждое вечерние начинается с 103 псалма после великой ектинии следует кофизма затем читаются или появится глава по псалмы допустим 100 вот господи во звах 148 141 129 116 и всегда вечерняя заканчивается с 33-м салмом если мы будем присутствовать сами на утреннем вот во время часов чтения 6 псалме это псалмы читаются 3 37 62 87 102 142 это вот тот момент когда где богослужения вечерние тушатся все свечи и тогда читаются выходят на вот выходит в средине церкви выходит по намарили чтец и читает от 600 псалме вот он читает вот эти псалмы также после великой ектинии положено положено читать также кофизмы а вот а две читаются в великом посту читается 3 перед чтением канона на читается псалмом 50 поле или если мы присутствие на службе спалили представляет собой тоже пение 134 135 псалма и некоторые велико постные дни также добавляется еще и 136 псалм в конце утренние псалмы читаются хвалидные это 148 148 после 150 псалмом в состав заупокойных в служении входит непорочный это сто восемнадцатый псалмом который является самым сильным самым длинным псалмом в книге псалтере псалмы составляют большую часть и часов между часей по вечере полу ножницы псалмы используется также на литургии молебнах и в других таинствах и обрядах то есть псалмы написанные царем давидом используются сейчас литургической гимнографии вот то на что нам важно обратить внимание и какая связь с ветхозаветными временами и с теми людьми которые прославились в те времена книга псалтырь сама по себе она поделена на 20 разделов кофизм каждая из которых из которых в свою очередь делится на три части вот число псалмов входящих кофизму от 6 до 9 обычно на вечерний прочитывается одна кофизма и на утренние две то есть псалтырь используется и в богослужебной практике и также его эти псалмы читают и дома благочестивые христиане читают псалмы дома они понимают что псалмы это книга бога вдохновенная и чтение псалтыри оно отгоняет не чистую силу книга псалтырь имеет очень много преимуществ перед обычными молитвами тем что эти псалмы боится бояться боится не чистая сила то есть это щит человеческий перед темными силами это тоже нам важно понимать и в этом большая заслуга царя давида который написал эти псалмы вот один из его псалмов пятидесятый который на был написан ему уже после его грехопадения однажды под вечер он вот это рассказывается написано в библии царь давил давид гулял гулял и увидел в окно посмотрел видел красивую женщину которая ему очень понравилась он захотел стать ее мужа взять себя в жены но она была замужней женщиной и он сделал так что его мужа послал на войну и именно в то место где его должны были обязательно убить вот такой грех совершил царь давид и он женился потом на этой женщине но после смерти мужа ему явился пророк который конечно его обречил в этом грехе и давид начал каяться пророка высла что он прощен но сын его умрет наказание было видеть через детей поэтому царь давид написал такой покаянный псалом пятидесятый который начинается словами помилуй меня боже по лице милости твоей помножить у щедроты очисти беззакония мои вот этот псалом был написан вот после грехопадения царя давида у давида были сыновья был сына весалом и это сын был неблагочестивым утраком он желал власти и он очень хотел чтобы народ призвал и признал его поэтому втайне от отца ходил по окрестностям и провозла провозглашал себя царем то есть вот такие были у него такое отношение было к отцу он жил всякими силами все то есть он очень хотел власти и совершенно не обращал внимание на своего отца но за то что он так поступал он был наказан он сам в однажды во время этого боя он на лошади убегал от противника и так вот очень красив собой волосы были длинны зацепился волосами за древо и подскочил воины его убил и тогда царь давид провозгласил царем объявил народу что царем будет царь салто сего сын другой цен царь царь саламон саламон это тот царь который был очень мудрым и он очень прославился своей мудростью потом он однажды ему явился господь и он предложил ему выбрать то есть пожелать то чего он хочет то есть он мог мог бы все что угодно и богатство и славу но царь саламон выбрал мудрость он прославлен как самый мудрый царь не одно из его таких вот мудрых решений проявление такой мудрости было когда к нему явилась две женщины с живым и мертвым ребенком получилось так что одна из женщин ночью спала и нечаянно придавила ребенка и он умер и потом она не захотела не смогла справиться с такой бедой она забрала живого ребенка начала доказывать что это ее ребенок и тогда царь саламон такое решение было принято говорит возьмите принести послал воину принесите меч разрубить этого ребенка напополам отдайте вот по половинке матери та женщина которая сказала что нет нет пусть он будет жив оказалась действительно матерью этого ребенка и он ребенка этого верну то есть он был мудр и он был очень богат слава царя соломона достигала то есть пределы и не только в своем от царстве но и выходила за пределы израильского народа а поэтому его благочестие его богатство его мудрость помогли ему сделается таким вождем народа о котором они в общем-то очень сильно мечтали и имея вот такое богатство он решил построить иерусалимский храм строительство иерусалимского храма предпринадлежит царю салса царю соломона также по церковному преданию мы говорим о том с вами что есть книга песнь бисней которая входит состав библии и тоже эта книга написана царем соломоном такое тоже был человеком творческим талантливым человеком поэтому вот это песнь бисней принадлежит ему но богословы сомневались в том что действительно он ли это автор этой книги с одной стороны с другой стороны их очень смущало то что в книге песни песни ни разу не упомянуто слово господь поэтому они сомневались в бога вдохновенности этой книги песни псаломона ноте песни с ней она тем не менее эта книга является действительно книгам книги книга бога вдохновенной и она принадлежит великому человеку который смог отобразить диалог господа с человеческой душой потому что господь любит человека любит душу и желает чтобы каждый человек пришел в свое отечество то есть туда где пребывает сам господь под невестой песни песни и святотическое предание разумеет еще конечно и не только душу человеческую но еще и церковь христову потому что христа мы называем женихом а церковь христову созданную им еще называют невестой христовой души верующих соединяются в церкви невесте единой любовью к христу жениху души людей омываются от грехов через таинство церкви и становятся чистыми и совершенными как невеста песни песней минует время жизни земной минут время соблазнов искушения грехов и падений минует и время покаяния во сияет заря новой жизни и солнце правды взойдет над обновленным миром вот зима уже прошла дождь миновал перестал цветы показались на земле время пения настало и голос горлицы слышен в стране нашей с маковницей распустили свои почки и виноградные лозы расцветая издают благоволение блажен тот человек к душе которого обратится тот тогда господь со словами встань возлюбленная моя прекрасная моя встань и войди в царствие мое которое я уготовил тебе войди и и будем вечно любви и неприходящей радости его для этого я сотворил тебя чтобы ты разделила со мной мое блаженство вот такое такие слова в этой книге если у вас есть возможность пожалуйста почитайте книга песни песней это очень такое произведение которое очень вдохновляет вдохновляет человека его душу душа получает такой бальзам на душу это очень интересное произведение несмотря на то что царь соломон имел власть он имел богатство он имел но все что необходимо было тем не менее он впадает в их соломон сам соломон имел много жен среди которых были язычницы которые вот однажды уговорили его поклониться идолам и он на это пошел после чего господь сказал ему что за этот грех сын его получит наследие наследие не все царство а только часть его и вот после смерти соломона народ у его наследника просил милостыни милости вернее простите потому что народ иногда страдал и они желали что дань который собирал царь соломон после смерти она будет хотя бы немножко уменьшена но тем не менее сын соломона совершенно не стал слушать народ он сказал что если вы при отце были вот вам было плохо то при мне станет еще хуже вот такие слова были сказаны за этого за вот такое отношение к народу 10 колен израилевых отошли от него и выбрали себе царя и рова и рова ама а вот с рова мам сыном соломона остались всего только два колена народ израильский представлял собой это были потомки якова помним да с вами и который состоялось 12 колен и вот делится происходит такое деление 10 колен которые остаются с и рова амом и образуется царство израильское и два колена которые остаются с рова а царство это царская царство еврейское вот происходит вот такие вот разделения которые отделяет народ избранный а благочестивый от языческо от языческих колен то есть вот вот господь уже просеивал как бы тогда еще в ветхие времена народ избранный и среди них находил плевелы и отделял произошло разделение царство еврейского на 2 на иудейское и израильское и что мы видим к царстве иудейском в нем все-таки некоторые цари цари были благочестивыми храм только который был построен иерусалимский там где преподавалась людям истинная вера люди ходили туда молились в господу живому богу что касалось царство израильского то здесь бог был был забыт здесь заповеди перестали исполняться заповеди синайского законодательства и дала поклонничество нечестие поклонение золотым тельцам потому что вот прям был были вылиты два золотые тельца такие вот у нас натуральный рост и люди поклонялись вот произошло вот такое вот разделение еврейского евреев на два царства при царях которых господь поставил народу избранному и происходит уже новый начинается новый период уже для народа еврейского начинается с того периода начинается новый период не который в общем-то определит появление пророков потому что пророки уже это те люди которые которых господь посылает для своих избранных людей и для прежде всего для того чтобы они могли обличать нечестие которое происходило среди народа пророки своего рода это обличители которые были вот в момент после периода царей это были необходимыми людьми для того чтобы народ избранный божий не потерял господа до конца потому что носители истинной веры они были всегда цены передачами господа и это важно было для для господа сохранить свое стадо поэтому мы с вами виде вот период судей период царей период пророков период пророка вот эта тема о которой мы с вами поговорим на следующий наш занятий и так вопросы которые поступили несколько вопросов что плюсы стесняюсь исповедовать грехи на исповеди вопросы не по теме наши это не касается нашего вебинара темы это все вопросы которые говорила что вопросы могут быть разные стесняюсь исповедовать грехи на исповеди для этого нам необходимо с вами понимать что исповедует нас сам господь с одной стороны другой стороны необходимо вам поисповедоваться в грехе самом не самолюбия и присутствие ложного стада это ложный стыд который внушает сатана это нужно важно нам своим понимать потому что задача его держится держать человека в состоянии нераскаянности в состоянии нераскаянности потому что грех нераскаянный грех он представляет собой доступ сатаны к человеку поэтому не не нужно стесняться никого и понимать что христос стоит священник свидетель и еще не забывать о том что священники они же понимают откуда грехи что такое грехи и вы сами должны помнить что 80 процентов вины согрешение человека на сатане поэтому обличение они очень боятся обличения и очень боятся но знаете как света как бояться свет какой-то человек не может допустим посмотреть на яркое солнце на свет так и сатана он боится обличение поэтому будьте воинами христовыми до конца пожалуйста не стесняйтесь вопрос если вам не нравится священник вот может вопрос в этом вы можете найти другого священника себе но лучше всего конечно иметь одного человека священника который был вас постоянно ему исповедоваться чтобы он знал вашу жизнь так просто проще вам будет ему проще будет с вами работать на будущее покатить пожалуйста можно ложный стыд это ложный стыд внушенный сатаной вхожу хожу в храм одна муж остается в стороне но нам с вами нужно помнить о том что жена освещается от мужа муж от жены дай бог чтоб ваш супруг был крещён вам нужно молиться за него молитесь пожалуйста потому что сам сами мы сделать ничего не можем а вот с господом нет ничего невозможного для человека молитесь молитесь и господь вам поможет молитесь за него не забывайте и не отвергайте не осуждайте его молитесь терпеливо молитесь он придет храм божий что значит закон любви закон любви это закон то тот закон который принес нам в жизни в нашу жизнь иисус христос закон любви это когда мы с вами любим грешника любим человека таким как он есть на самом деле поступать по закону любви это значит уметь прощать самому и прощать обидчиков прощать тех людей которые как-то согрешили не осуждать никого и закон любви ну что проще понятно было закон любви представьте себе зал суда идет процесс на скамье подсудимых сидит молодой человек который как-то нарушил закон и сидит судья судья сидит который осуждает его сидит адвокат который старается его защите оправдать его как-то и рядом сидит мама этого человека вот суд матери мать любит этого человека своего ребенка она любит его она его осуждает по любви вот это вот есть закон любви потому что господь любит каждого человека он не желает ни одному человеку погибнуть ни одной душе погибли поэтому он стана соправдывает он всегда ищет дела какие мы совершаем для того чтобы нас оправдать и много случаев описанных и есть и в отечнике если мы посмотрим с вами описывается когда это пусть вот описывается такой случай когда душа разбудника прибыла господа на суд и господь искал добрые дела нашли дела нашли и у разбойника нашли дела и вот образно положили на весы злые дела и добрые вот эти вот весы уравнялись когда они уравнялись и необходимости что нам бы нужно было довести все до конца и господь попроси спросил у ангела-хранителя не видел ли ты ты же был с ним рядом может быть ты видел еще какое-то дело доброе на что ангел-хранитель сказал что когда этот человек согрешал он иногда раскаялся плакал и вот платочек был доставлен положен на чашу с добрыми делами и человек был оправдан вот так господь и заботиться о нас и любит нас вот нам необходимо понимать что господь нас любит нет надо ни одного греха который бы мы с вами могли совершить и господь бы нас или вот нам его не простил господь любит и прощает вот нам необходимо жить в этой жизни по закону любви справедливость праведный такой справедливый судья как вот мусульмане допустим рассматривают господа это справедливый судья для православных христиан это вселюбящий господь вселюбящий всепрощающий всеблаженный то есть господь это любовь вот то что нам необходимо с вами понимать так дорогие мои друзья заведите наше сегодня закончилось ангеловым хранителям всего вам доброго здравствуйте я ирия анатолий слабочиков наследие храма святитель николай чудотворца всего плюсы приглашаю вас на молитву соглашению которая проходит в нашем храме мы читаем акафис николай чудотворцу николай чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на руси поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним к господу нашему сусу христу до встречи на молитве всего доброго